Всем привет, это Деви. Представляю вам очередной обзор с турнира Мастер Карфагена из серии Master Series. И в этом бою, это бой у нас четвертьфинальный, в нем сошлись игроки Сордсмит из клана Зива и игрок Леруа Хепп, который утверждает, что он легионер, но прочитать это никак не получается из его ника, поэтому он будет продолжать быть Леруа Хеппом из клана Авиамилитера. Итак, в первом бою за Карфагена у нас идет Сордсмит, его состав это, ну, кстати, Леруа Хеппи у нас идет за Македонию. Итак, за Карфаген это у нас позднеливийские гаплиты в первой линии в количестве три штуки. Затем идет линия более уже такой серьезной пехоты. Карфагенские гаплиты, гальские воины наемные, наемные бойцы аривакские элитные мечи, гальские воины мечники, бойцы аривакские, еще одни гальцы и поздние карфагенские гаплиты с правого фланга. Стрелки у нас представлены этими имбовыми ливийскими пельтастами в количестве двух штук и болярские прачники две штуки. Кавалерия представлена Карфагенская Кава, наемные скутерии, наемные скутерии Карфагенская Кава и наемные скутерии пять кавалерии ближнего боя плюс его охранители генерала. Вот такой состав, то есть по мечам у нас два элитных меча и три таких меча нижнего уровня, но зато добавлены гаплиты. То есть такой нестандартный состав за Карфаген, что у нас взято за Македонию. За Македонию мы пол армии скорее всего не видим, но тут мы видим тарантики, две штуки, пусть сближаются армии, что гадать-то. Рассмотрим пока, что видно. Итак, гаплиты ополченцы в первой линии, гаплиты простые, гаплиты простые, гаплиты простые и ополченцы, то есть пять гаплитов в первой линии, за ними вот мечи в тораксах по краям, да, и три фракийских воина. Стрелки представлены фракийскими пельтастами в количестве двух и лучники одна штука. И, я так понимаю, скорее всего здесь четыре фессалейки и генерал это компаньоны там Александра или как она ударная кавалерия. Где у нас тут тарантийка? Тарантийка заходит, вот она идет работать по тылам. Надо бы ее наказать было за это Сортсмиту, так загнать ее в угол. Но не стоит, не делает он этого, дает стрелять по карфагенским гаплитам, в спину конечно неприятно, но все равно не очень хорошая цель для тарантийки. Экранировать нужно пельтастыми ливийскими, конечно им вообще пофиг кавалерийские натиски этой тарантийки, они просто самый замечательный скрин от любой стрелковой кавалерии. Их не отстрелять и с натиска не убить. Сближаются, сближаются армии, но пока в бубль ближнего боя не получается, еще не происходит. Отходит Македония, разворачивается. Вот подходит тарантийка, чтобы пострелять генерала. Здесь ливийские плитастые, все, да, начинают лупить по тарантийке. Отпугивают они ее, ну по-моему одну только убили, одну лошадь. Здесь уже близко к красной линии легионер больше отступать нельзя. Расстояние от лукового выстрела примерно. Нужно принимать бой. Строит он до ножки Асерора, потому что видит он, что отстала группировка тут у Карфагена. То есть можно было ударить по вот этой части и попробовать как можно больше ущерба нанести, пока не подошла другая часть. Но не происходит этого. Отводит грамотно Сортсмит свой левый фланг. Тарантийка тут что, да, уже настреляла три карфагенских садника, убила и просадила конечно же ПХП. Как-то тут не очень удачно стоят РСК. Здесь зато фокусит болярцами фракийских воинов легионер. И пытается атакой, вот начинается атака своим правым флангом на левый фланг. Наверное будет делать. Тарантийка пытается подобраться, но попадает она под огонь ливийских пельтастов. Да не надо! Зачем тут еще кавалерия? Все левийцы надежно тут экранируют. Зря. То есть здесь бросил свою кавалерию Сортсмит на эту. Ой, не нужно было, не нужно было отводить, потому что в спину сейчас выходит удар, а тогда они были стоячие. В стоячих бы, если уехала кавалерия, то урона бы не было. А сейчас в спину и на ходу очень неудачно конечно действует Сортсмит. Тут подставил тыл своим карфагенским гоплитам. Здесь в поздних левийцев вошли гоплиты обычные, но это будет долго. Да, здесь в спину удар, сразу 12 человек вынесено, ни одного не потеряно. А, опять Фессалейка потеряла, по ней здесь ливийские пельтасты простреляли. Зачем тут гоплитов-ополченцев натиск средней кавалерии совершенно бесполезная вещь, ни одного не убьет этот натиск. Между тем здесь отстрелили на подходе фракийских пельтастов, они даже в бой не вступили. Пошла атака правым флангом. Правым флангом знатные бойцы просто сейчас вынесут с ходу гоплитов-ополченцев. И что тут происходит? Здесь непонятно зачем огненным выстрелом стреляют лучники. Слонов тут нету. Тарантика сейчас будет приловлена. Да, ловится она с кутариями. В пехотном бою тут, конечно, все Карфаген перемолит спокойно. То есть надежда на быстро, чтобы завалить фланг, она как-то не оправдывается похоже. Здесь не вывел Фессалейку свою, Леруахеб. Поэтому вот только сейчас выводит. Нужно пригреть лучников, конечно, Карфагену. Или это, а, это фракийские пельтасты. Их-то просто не пригреешь. Наемные бойцы полностью целый отряд, 120. В тыл вошел мечником в Тораксах. Правда, в тыл сам получает удар от гоплитов-ополченцев, но те ребята убивать ничего не в состоянии практически. Фланг все-таки за Ру-Леруахеб. Но тут что-то бегает. Скутарии бегают. Их надо ввести в бой с Тарантией против Фессалейки. Срочно. Ливийские пельтасты тут непонятно, чем они занимаются. В песок стреляют. Расстреливается компаньона Александра тут, болеарцы, до них. Кстати, тоже давно нужно было пытаться дорваться до болеарцев. Они там с одного касания кавалерии разбегаются, как обычные прачники. Но не делает этого Леруахеб. Поэтому они лупят и лупят. Уже 60 эти настреляли. Эти вообще 142, обалдеть. Вот только сейчас. Но здесь будет попытка натиска в либийских пельтастов. Но тем от этого не жарко, не холодно будет. То есть они выдержат этот натиск. Не то, что не жарко, не холодно. Это, конечно, ударка. Но обратить в бег, что в натиском их не удастся. Ибо это имба юнит. Отводятся болеарцы. Здесь наконец-то скутарии дорвались до фракийских пельтастов. Но тоже с одного натиска их не убить. Ударка тут протащилась сквозь ливийских пельтастов, чтобы сделать натиск по болеарцев. А вот болеарцам уже будет плохо от этого натиска. Непрекаянные тут бегают гальские воины. Довольно бестолковый отряд это, по-моему. То есть ничего его берет Сортсмит, я не знаю. То есть убивает он медленно, держится. Тоже не может держаться. Но зато вот эти ребята ревакские бойцы знатные. Они тут все здесь вырезали. Сейчас вырежут фракийских пельтастов. Но все равно положение тут примерно равное. Я бы сказал, тут возвращаются огрызки войск Македонии. Ой, не Македонии, а Карфагена. У Карфагена, конечно, основная ударная сила это вот эти знатные бойцы, которые тут один-второй натиск делают и все уничтожают. И пельтасты. Хотя пельтастов уже не осталось. Их уже в ближнем бою вырезали. А, остается еще болеарские прачники, но их здесь один натиск о Фессалийке их не будет. Кавалерии не осталось больше у Карфагена, поэтому нужно беречь Фессалийку. Нужно ее выдернуть срочно Леруахепу, вдарить по гопли, там потом вдарить по болеарцам. Но не делает он этого, поэтому отстреливается Фессалийка в упор болеарскими прачниками. То есть кайтит, тут стреляется без кавалерии. Ну, это не кайтинг, конечно, это такой скорее оборонительный, то есть стал будет оборонять из болеарцев и отстреливаться. Ливийские пельтасты, они здесь могут еще в ближнем бою посражаться. Да, вот нужно завязать сейчас мечниками и в тыл вдарить ливийскими пельтастами и слить этого гоплита к Карфагену. А у Македонии остаются гоплиты, которые тут сейчас проиграют поздним карфагенским гоплитам. Оревахские бойцы, конечно, сейчас дорежут без проблем мечи в тораксах. Здесь лучники недорезанные остались еще, но их сейчас достреляют болеарцы. Достреляют они и огрызок от их генеральского отряда. Да, выигрывает тут Карфаген, выигрывает благодаря болеарцам. Удивительно, но Карфаген расстрелял Македонию. Фактически очень интересный результат получился. Сейчас мы посмотрим финальный экран, что там у нас показывается. Кавалерия одна слилась в ноль, вторая тоже можно сказать слилась. Ничего особо генерал, конечно, не показал, но и не ожидалось от него. Зато одни скутарии там дорвались до стрелков, порубили их. И вот они творцы победы. Это болеарские прачники, которые отстреляли всех фракийских воинов. Также замечательно отыграл вот этот ливийский пельтаст, набил 100. Этот товарищ только 16 набил, но он там бегал и коронировал хашек. То есть он в конце там только вернулся к полю боя, поэтому он ничего не стрелял, но выжил. Половина юнита еще целая. Карфагенские гаплиты мало, поздние карфагенские хорошо сыграли. Двое гальских воинов на удивление сыграло. Ну и вот тоже, да, кстати, творцы победы болеарцы и вот эти два товарища выиграли. То есть 317 юнит целый, обалдеть, 246. Обалденные ребята. То есть вот 4 юнита, 5 юнитов сделали победу Карфагену у Македонии. У Македонии тут замечательно отыграла одна Фессалийка. Замечательно. Тарантийка слилась, ну как и ожидалось, там ее можно контроли и пельтасты спокойно эти, ливийские контроли, а потом еще и под скутариев она попала. Ужасно сыграл генерал, конечно, тут что-то нарубила Фессалийка там на четверку с минусом, тройку. Эта, конечно, на пятерку с плюсом отыграла. Фракийские пельтасты замечательно, 137. 57 тоже хороший, ну, ожидаемый, так сказать, результат. Лучники тоже, кстати, настреляли свое. Гаплиты 2 отлично сыграло, то есть мечи в тораксах здесь один сыграл. Ну, отвратительно, вот фракийские воины слились, они их были просто расстреляны, то есть причина поражения игра кавалерии и фракийскими воинами. Итак, переходим к следующему бою. Счет становится 1-0 в пользу Сордсмита. Следующий бой. В этот раз идет за Карфаген у нас Леруахеп и за селевкидов идет Сордсмит. И мы видим слона. Слона, это всегда интересно, всегда такие зажигательные бои со слонами и колесницами. Что ж, смотрим состав за Карфаген. Армию селевкидов не видно. Карфаген тут набрал поздние ливийские гаплиты в количестве двух и поздние карфагенские двое в первой линии. По краям тут еще поздние ливийские гаплиты. Мечная линия представлена с амнитами ливийской пехотой, с амнитами ливийской пехотой и с амнитами. То есть только средние мечи взяты. То есть все верно, против востока знатные бойцы не нужны. Пять средних отличных мечей. Пельтастые ливийские имбовые, четыре наспамленные. То есть это, наверное, да, такая мета-армия. То есть их просто обязательно включать в состав, если хочешь выиграть. Они абсолютно, так сказать, неправильно оцененный юнит в плане цены за него. Поэтому их и нужно брать по максимуму. Хотя, конечно, читовый юнит. Скутарии, кавалерия, карфагенская кавалерия, скутарии, карфаген и скутарии. Генерал Ударка. Ну, наверное, абсолютно верный состав против востока, против селевкидов. Все верно набрано. Итак, что у нас тут за селевкидов? Пока не видно ничего, кроме слоняры. Появляется армия. Тут нужно идти в раж, конечно, с селевкидами, если взять слон против карфагена, который имеет этих замечательных ливийских пельтастов. То есть их нужно как-то завязать. Вот там тоже проблема с завязыванием их кавалерийских натисков средней кавалерийских пельтастов. То есть они не разбегутся от этого и поэтому могут продолжать стрелять даже завязанными. Итак, что у нас тут за селевкидов? За селевкидов мы видим персидских гоплитов, восточных копейщиков, персидских гоплитов, восточных копейщиков четыре. Тут мечники пять мячей в тораксах. Пять одинаковых разрешается селевкидам. Кавалерия это у нас тарантийка, медийка, медийка, три медийки и зачем-то набран спам стрелков восточных прачников в количестве четырех. Аж плюс пятый стрелок пельтаст, ну и слон. То есть абсолютно для меня непонятный состав, как слона разыгрывает при таком составе. То есть кавалерии всего лишь в составе у нас четыре. Одна из них стрелковая кавалерия. Но она конечно может завязать, там она имеет средний вес, но все равно она не... То есть она просольется, если в ближнем бою там с Кутарием или Карфагенской, очень быстро. То есть как завязывать всех пельтастов, я не знаю. То есть понятно, что пять мечников завяжутся с пятью мечниками Карфагена и это будет долго, хотя карфагенские мечники все выиграют. Вот как завязать пельтастов этих всех, чтобы они не постреляли по слону всего тремя кавалериями, я не представляю. Идет смещение, то есть тут на правый фланг, то есть видит легионер, что растянулась армия, да, то есть насколько шире фронт у селевкидов, поэтому нужно ударить по флангу. Здесь нужно отступить Сортсмиту, все правильно он делает. Нужно отступать, заманивать в котел. Не догонят конечно тут карфагенские гоплиты, а нет, могут догнать восточных копейщиков. Я думаю, восточные копейщики легкие, ничего страшного можно отдать от отряда. Правильно, сворачивает в квадрат Сортсмит и попробую теперь это вырежу. То есть два юнита сейчас осядет на этом, между тем начинают стрелять, очень грамотно делает. Ой, по морали разбегаются восточные копейщики, неприятно, конечно. Ну хотя это юнит, который не страшно отдать, а нет, вот восстановилась у них мораль и все нормально. Давят карфагенские гоплиты, отходить надо. Все верно делает Сортсмит, заманивать эту армию в котел, попытаться охватить ее. Здесь какой-то бестолковый натиск делается по квадратику, ну хотя он приносит свои плоды видимо по морали, достаточно просто просажено было. Сейчас выхватят поздние ливийские гоплиты от мечей в тораксах. И сходится медийская кава со скутариями. Медийская должна без проблем победить скутариев. Здесь зачем-то карфагенбросил свою медийку на поздних ливийских гоплитов Сортсмит, ему надо кавадерию это беречь, выдергивать ее надо. Замечательная слон на помощь идет, сейчас это по-быстрому будет расшугана кавалерия карфагена тут. Здесь совершенно непонятно, почему бы не выводится кавалерия, еще стреляются сюда дрочки, они наверное сколько-то убили своих. Пытается провести здесь отчаянно, хочет видимо добраться до стрелков, но не получится конечно же это. Но зато вот этот юнит пройдет преимущество по кавалерии тут у карфагена. Но здесь нужно прикрыть дротиком метателями, а стрелков-то восточных праздников отвести. Да, перехватывать натиск пытается. Расшугал тут слон без проблем, а конечно с кавалерию нужно было слонов вдарить по генералу, который стоит, ничего не делает. Но хотя нет, опасно тут идут пельтасты. У нас точно очень интересный бой, то есть линия фронта сформирована и нужно пытаться как-то заиграть слона. Но вот сейчас он выхватит залп от ливийских пельтастов, потому что нечем их завязывать. Да, и сейчас он войдет в бешенство, в боевой раш. Все, слон не сыграл, сейчас будет он своих топтать, будет расстрелян. То есть, да, как я и говорил, недостаток кавалерии. Причем-то у нас тут такой недостаток, что так нагло зашла кавалерия карфагена аж в атаку. Было преимущество по количеству кавалерии у карфагена. Здесь, наверное, можно на вторую скорость, потому что исход ясен, если не сыграл слон, больше тут нечем выиграть. Можно было бы выиграть стрелками, но их опять же, как защитить. Да, уже так сейчас можно, наверное, если сейчас сольется вся кавалерия, хотя здесь ударка еще полная. Нет, не получится. Колоссальное преимущество было по кавалерии у карфагена, удивительно. Перехватывается, зачем-то в мячей вводит, против мячей бросает медийку, надо было просто отступать. Фланг уничтожен, идет масса тут такая. Слон еще до сих пор, кстати, ни одного не потерял, удивительно. Нужно его, непонятно даже, куда его сейчас бросать, потому что везде ливийские пельтасты. А вот, да, попробовать завязать. Завязать ливийских пельтастов медийской кавой. Все правильно делает легионер. Здесь еще одни ливийские пельтасты стреляют по слону. Не таскает слона, конечно, неправильно играет, а сорт смеет нужно таскать его. Здесь восточные праздники пытаются по ударке стрелять, но не убьют они ее так быстро. Сейчас ударка въедет и уничтожит их. Здесь пытается судорожно завязывать медийской кавой пельтастов, но на помощь идут скутари. И сейчас, да, все в бешенстве слоны, начал он падать, да, умирают слонята. Бабах-бабах, и это все. Поражение селевкидов можно уже сказать. Хотя я смотрю, тут тораксы порубили дофига, видимо неудачно ввел все свои мечи карфагена. Я смотрю, три торакса осталось. А, нет, это ливийская пехота, извиняюсь, тораксы, это все подохли, все правильно, то есть все как и ожидалось. Вырезает карфагенская пехота, все. Здесь тарантийская кава, которой он только 10 фрагов, то есть зачем она тут нужна была при игре с слоном, непонятно. Совершенно непонятный юнит для этого, для этой армии. Слон хоть еще и жив, то есть он тут топчет ливийских пельтастов, но его сейчас добьют. Его сейчас добьют на вторую скорость, слон уничтожен и более чем уверенная победа карфагена, то есть вообще против карфагена, который может нас память ливийских пельтастов, брать слона очень-очень рискованно, нужно им очень-очень аккуратно сыграть, чтобы он себя, себя проявить смог. Итак, что здесь показали, то есть вся пехота, так стабильные показатели, да, здесь можно даже, на самом деле, вот ударка замечательная, там скутарьи одни, усилевкидов, что тут один меч в тораксах себя проявил, остальное ни о чем все. То есть стрелки не успели сыграть из-за недостатка кавалярии, слон 214, не сыграл, конечно, для своей цены, но еще он еще своих столько же натоптал, там, то есть просто, то есть полный провал, есть игры с заселевкидов, скорее он обустолен композицией армии, то есть абсолютно неправильно составленная армия. И что у нас, счет стал 1-1 и в финальном бою буду добиться Карфаген против Карфагена. Где тут этот бой? По-моему, да, вот этот бой. Карфаген против Карфагена. Ну что ж, посмотрим, какие армии наберут игроки. И видим, что что мы видим, это у нас легионер, и он набирает, набирает у нас такую, нет, не такую же, но похожую армию, как он играл. Итак, ливийские гаплиты, как обычно, 4 штуки, 5 штук, да, тут справа это Карфагенский гаплит, мечная линия представлена, ливийская пехота, наемные бойцы, ливийская пехота, ливийская пехота, наемные бойцы, ревахские, то есть 2 элитных мечника, 3 средних, затем 4 пельтаста имбовых, ливийских, и кавалерия, это Карфагенская кава, плюс генерал телохранителя. Ну это вот так называемая мета, оптимальная армия за Карфаген, она, то есть я вот так смотрю, она выигрывает, то есть при равном скелле, то есть она, то есть наиболее, куда хорошо входит и вы, то есть проявляет себя лучше, чем любая другая армия Карфагена, разве что исключением слона, если его удастся хорошо заиграть. В остальном, то есть вот эти ребята, они, то есть гораздо эффективнее, их всегда надо брать 4, если хочется выиграть. Ну а что взял Сордсмит, пока мы не видим. Леруахеп начал сближение, тоже не стал ждать, и Сордсмит выдвигает свои войска, что мы тут видим? Мы тут видим ливийских гоплитов, тоже 5 штук, да, у нас пехота, не видно пока, видим, да, еще не проявилась вся армия, вот сейчас видны, по-моему, 5 мечей, все, и можно начинать говорить мечную линию, это Сомниты, наемные аривакские бойцы, Сомниты, аривакские бойцы, Сомниты, то есть 3 Сомнита, 2 аривакских мяча, 3 плюс 2 также по мячам, у нас Кавалерия тоже самая, Карфагенская Кава, Карфагенская Кава, Аскутарий, Карфагенская Кава и Скутарий, точно одну Каву больше у Сордсмита, и Стрелки, это 2 ливийских пельта, пельта, а нет, 3 ливийских пельта, то есть отличие у нас, на одного пельта больше у Сордсмита, на одного Каву больше у Лироахепа, на одного Каву больше у Сордсмита, то есть посмотрим, что лучше себя проявят, пельта или Кава лишняя, в остальном армии равные, ну там разница еще здесь, Сомниты взяты, там ливийская пехота, они, ну Сомниты получше, конечно, но это, я думаю, не будет играть такой принципиальной роли, как вот отличие в компоновке Кава против пельтаста, если так в целом брать один на один, там в вакууме, то есть средняя Кава не вынесет пельтаста, даже если будет делать циклические натиски, то есть ливийского пельтаста она не вынесет, но Кавой можно делать тыловые натиски по другим отрядам, то есть так ее можно заиграть, но с другой стороны ливийского пельтаста это фактически расширение пехотной линии, он как помощь, как помощь для мечей может играть, выманивается тут ливийский каплит, пока ничего особо не происходит, стрелков дальних нету, поэтому все эти, ну вот такие вот натиски, зачем вот вводить карфагенскую, брать средней Кавой и делать натиск по гоплитам, которые стоят, то есть не идут, то есть они брейст, так сказать, у них повышенная масса, устойчивость к натиску, плюс они еще и активировали стену гоплитов, то есть еще масса увеличилась, абсолютно бесполезный натиск, плюс сейчас здесь еще ливийские пельтасты уничтожат Каву, то есть ошибка, здесь что было завязывать, то есть боем, зачем это нужно было, так здесь пропускается натиск с амнитами, завязываются они карфагенскими гоплитами, то есть начало Сортсмит как-то слил, здесь он слил еще и ливийского гоплита, все попропустил, непонятные натиски сделал, здесь еще и Кава скутарит, ой, и здесь отстал у него фланг, то есть сам зачем-то завязал тут боем на этом фланге, но его даже не перегружал, то есть абсолютно неправильно сыграл, то есть в ноль ушла Кава, все да, абсолютный ноль, эти пельтасты все расстреляли тут, и сейчас, ой, здесь еще сейчас натиск тыл пропустит, отводит этот фланг Леруахеп, здесь сливается ливийский пельтаст под сомнитами, но сейчас здесь с натиска зайдет ливийка, небольшое протаскивание сделал Сортсмит, но уже бой проигран, я бы сказал, то есть он слил свою Каву, очень сложно сейчас будет вытащить бой Сортсмиту, хотя нет, вот здесь он может, а, ну а что толк убить Каву, если нет меча, который может вторым темпом пойти, то есть опять же эта Кава много не убьет, то есть она ничего не убьет у очень тяжелой пехоты и только потеряет под огнем пельтастов, то есть все эти лобовые натиски, они только имеют смысл, если ты сбиваешь натиск, если ты ловишь кого-то в движении, если есть второй юнит, чтобы подойти вторым темпом, здесь эта Кава просто отдана на смерть, здесь Деруахед замечательно действует своей Кавой, то есть так как надо действовать Кавой, то есть он не разменивается на эти натиски, вставив в лоб, он выводит ее в тылы и начинает долбать тылы, хотя у него и меньше Кавы, здесь сейчас будет пытаться завести, наверное, Сортсмит свою карфагенскую Каву, но между тем сам получает удары от карфагенской Кавы, да, здесь, здесь по-моему разгром сейчас будет, судя по всему, хотя, а нет, эти Сомниты тут сражаются с ливийскими пельтастами, но ливийские пельтасты, они замечательные и в ближнем бою, они еще и стрелять при этом умудряются, как говорил имбовый юнит, здесь натиск опять, то есть выбор цели для натиска очень неудачный, ливийские гоплиты, вторым темпом сейчас, то есть лучше бы ударил, но он, наверное, не видел, но все равно подвел карфагенскую Каву, она сейчас поможет, сейчас будет попытка вынести ливийских пельтастов, для интереса, сколько будет убито с натиска, входят, ба-бам, убили они один одного пельтаста, вот такой вот это юнит, то есть Кава въезжает в стрелков и убивает всего лишь одного, здесь опять натиски какие-то непонятные генералам в стоячую пехоту, не в тыл, что они преследовали, непонятно, была уничтожена тут карфагенская Кава, или она была выдернута, там огрызок остался, и сейчас она будет добита, вот карфагенская Кава будет добита, карфагенская Кава Леруахепа, здесь завязали, посмотрите, ливийские пельтасты, а вторые пельтасты спокойно расстреливали сам Нитов в этот момент, что еще тут можно сказать, похоже тут, было тут протягивание, нет, не было протягивания, то есть развязалась ливийская пехота, этот юнит чуть в стороне наемных бойцов, отчаянные попытки убить пельтастов ливийских карфагенской Кавой, но это все без толку, ливийских пельтастов, как я говорил, средней Кавой не возьмешь, если они не завязаны, или они не были просажены сильно до этого ПХП, освобождается вот наконец-то один отряд карфагенской Кавой, но натиск сквозь своих, он наверное хотел поймать генерала, но не получилось, получился натиск в никуда, в ливийских пельтастов опять же, здесь развязался юнит карфагенских гаплитов, сейчас ударит в тыл, аривакским, ой, это сомнит с сомнитским воином, кто тут осталось, вот аривакские бойцы остались, еще одни аривакские бойцы остались, а нет, еще вот отряд сомнитов, но мечей еще много, у Сортсмита Каву он всю слил, то есть у него было преимущество по Каве, но все он слил, у него осталось фактически один огрызок и генерал, а у Леруахепа ситуация огрызок, практически полный отряд и генерал, то есть преимущество по Каве сейчас у Леруахепа, но баланс сил все равно еще примерно равный, несмотря на такое неудачное начало, судорожные натиски по ливийским пельтастам, здесь отряд сомнитов сейчас доразберет ливийскую пехоту, практически полный отряд сомнитов, опять завязан тут генерал, и сейчас еще и генерала доразберут, несмотря на неудачное начало упорный бой получается, пельтасты продолжают стрелять, это пельтасты Сортсмита тут вышли в тыл и стреляют они в тыл ливийской пехоте, нужно чуть подвести их конечно, и начинают, здесь мигают сомниты, разбегаются, похоже генерал что ли умер, что они так испугались карфагенских гоплитов, ну упорный упорный бой, Кава опять не выдергивается, тут с мечом застряла Кава, замечательно вот эти ливийские пельтасты лупят по ливийской пехоте, не могут их догнать конечно карфагенские гоплиты, то есть здесь еще есть шансы, да были бы шансы если бы была вот эта Кава, а не эта Кава, я все время путаю, это Кжикава Леруахепа, сейчас она завяжет ливийских гоплитов, ой ливийских пельтастов и подойдет ливийская пехота и добьет их этот один юнит, у Сортсмита фактически остается только два меча, это сомниты и знатные аривахтские бойцы, которые сражаются против знатных же аривахтских бойцов, но здесь уже вот сомниты мы видим вечность висят на ливийских пельтастов, эти ребята крутые в ближнем бою и да, уничтожены ливийские пельтасты Сортсмита и это уже поражение, сейчас будут добиты эти два юнита тыловыми натисками просто, интересно два ливийских пельтаста раздолбают, а сомнита или нет, делает попытка развернуть, он начинает спину выхватывать этот сомнит, очень интересно последить вот за развитием событий тут, ну то есть этот натиск будет сквозь своих, он ничего не принесет, больше своих сбил этим натиском, ну здесь это на самом деле не принципиально, хочет быстрее видимо закончить бой Леруахеп, не до эстетики ему возможно, сейчас и вот бой уже равен между ливийским пельтастом, не получилось посмотреть кто выиграет ливийский пельтаст или сомнит, потому что тут с натиска выходит ливийская пехота и она конечно тут доразберет все, доразберет, натиск опять куда-то как-то неудачный, вот отсюда нужно было натиск в тыл проводить, кавалерии, победа победа Леруахепа, хотя еще 45 секунд будут держаться сомниты, это стойкие ребята благодаря своей сумасшедшей броне в 95 и вот но все равно тыловые натиски конечно должны сказаться, ба-бам-ба-бам, начинают проигрывать сомнитым. Сколько же они еще будут держаться, то уже 300 они тут нарубили, да. И все, итак финальный экран, что тут кто показал за карфаген, который поддерживал полководца Леруахепа. Ровные показатели по кавалерии, вот замечательно, обалденно набили вот эти ливийские пельтасты, 118 аж накосили, в конце они завязали другие три пельтаста, ну они свою роль выполнили в том, что они уничтожали кавалерию в основном, то есть вот эти фраги, это кавалерия и мечи фокусил их Леруахеп, ливийская пехота, там ровные показатели ливийской пехоты, знатный боец почти что норму выполнил, один отвратительно слился, то есть где его слил там Леруахеп я не заметил. Ну вот замечательно отыграл карфагенский гаплит 261, это лучший юнит в армии, оказалось интересно, что он накосил. Вот у Сортсмита, то есть понятно, причина провала, отвразительная игра кавалерия, раз-два-три юнита не сыграли, то есть мы помним, в начале он там их послевал, потом судорожно пытался выправить положение, то есть вот это в начале, Initial Engagement он сказался и, так сказать, принес поражение Сортсмита и принес победу Леруахепу. Кроме кавалерии, тут бойцы Аревакские лучше отыграли, мы видим, вообще в целом пехота у Сортсмита значительно лучше отыграла, чем у Леруахепа. Сам ниты вообще замечательно, обалденно отыграли 311, отыграли также лучше вот эти ливийские пельтасты. То есть если бы, я считаю, в этом бою, то есть даже если отбросить нишу Engagement, да, то есть просто взять вместо любой кавалерии и заменить его на пельтаста, еще одного, то я считаю, наверное, Сортсмит бы тот, ну, либо более равный бы бой был, либо выиграл бы он тут, чтобы посмотреть, как они себя проявляют, то есть практически без контроля, не требует никакого контроля практически, в то время как кавалерия, если ее не законтролить, она вот такое вот приносит, 2, 13, 20, то есть полный слив по две, ну, как, она не сама слилась, ее слил Сортсмит, но ей играть, конечно, гораздо сложнее, чем пельтастами вот этими имбовыми, которым все по барабану, и они приносят победу Леруахепу, который выходит в полуфинал, где он встретится с Пандой Вориором, то есть состав полуфиналистов у нас я Деви играю против Мора, и Леруахеп играет против Панда Вориора. На этом я заканчиваю видео, всем пока!